Премьера в Няганском тюзе спектакль «Турандот» итальянскую пьесу 18 века на сибирской сцене ставит итальянка Алессандра Джунтини. О том, какие решения использует приглашенный режиссер и кто задействован в спектакле, узнала наш корреспондент. Евгения Самойлова побывала на одной из репетиций. На этот раз в Няганском тюзе ставят принцессу Турандот по однаменной пьесе Карла Гоце. Итальянскую пьесу доверили итальянке Алессандре Джунтини, выпускнице Санкт-Петербургской театральной академии. Принцессу Турандот в России впервые поставили в 1922 году. С тех пор она визитная карточка Московского театра имени Евгения Вахтангова. За сто лет за пьесу брались и другие театры страны. На Няганской сцене современное прочтение истории 18 века. Не просто взять произведение и как музейный экспонат просто его перенести и снова поставить. А именно понимать актуальное то, что Гоце говорил тогда, актуально ли это сегодня. И даже в какой-то момент я понимала, что у меня начались очень большие споры именно с Гоце. Внутренний спор с автором пьесы помог найти нужное решение на сцене, уверен режиссер. В помощниках команда единомышленников. Какие-то вот здесь пойдут. Можно попробовать. Московский художник Юлиана Лайков отвечает за визуальный компонент спектакля. Петербуржец Игорь Фомин за световые решения на сцене. Задача сложная, потому что нужно создать в городе Нягань ощущение шоубюны Берлинского театра. Для этого используется, конечно, специальный свет. Четыре маски комедии Дель Арте трансформируются на уровне актерской игры. В спектакле задействованы 10 мастеров сцены. Помимо заучивания текста, им пришлось научиться мастерски носить кимоно и деревянную обувь. Не скажу, что сильно удобно, но зато очень красиво. Центр притяжения – куб. В нем словно отдельный мир, где есть место лишь принцессе и ее металлическому дракону. Но так ли страшны эти герои? Есть ли место смеху в современной версии истории Турандот? Все станет ясно. Достаточно лишь купить билет на премьеру Няганского тюза. Евгения Самойлова, Максим Куксаус. Вести Югория. Нягань.